Мои дорогие, доброе утро, доброе утро. Представляете, время 7.50. Я только с постельки встала. Мне ее надо собирать. Ааа, я не могу. Я не хочу. Я хочу спать. Я уже умылась, правда. Расчесала волосы, почистила зубы. Маленький этап собрала. Одеяло там встряхнуло туда-сюда. У нас похолодало. Вы представляете, у нас такая морозилка. Вчера вечером вообще дико было. Был дикий ветер. Наверное, градусов 8 было. 8 под вечер вообще похолодало. Я что тут хожу? Фух. Ведь представляете, работу-то никто не отменял. Это, как говорится, вот и лето прошло. Словно и не бывало. Фух. Так, надо бороться соедало. Я вчера вечером включила газ. Представляете, комфорту, чтобы греть помещение. Но было холодно. Особенно... Отопление же еще не включили. И я пришла домой. Это так холодно. Это вообще-то такой дурдом был. И я думаю про себя. Так. Горячая ванна. Что выбрать? Горячая ванна. Объятие мужчины. Что выбрать, думаю? Так, 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 так. Бокал вина. Я выбрала все. Я выбрала все. Но не все сбылось. Так. Время доходит 55 минут. Я не в ванну вчера ходила, а в душ. Я поняла, что я вообще ничего... Я поняла, что у меня нет сил садиться в ванну. Я поняла, что мне будет еще хуже от этого. Так. Хуже в плане того, что если я сейчас перегреюся, потом буду плохо спать. У меня же, как сказать... Я плохо переношу жару. Жару я хорошо переношу только тогда, когда есть море. Ну, да и то пускай это будет дозировано. Я так в теньке где-нибудь... Так, сегодня сказали по гороскопу, что меня ждет вечер романтический ужин. Романтический вечер. Это вот вы в добром утре сказали. Я прям вот не смею этому противоречить. Я уже начала его планировать. Романтический ужин. У меня уже... У меня еще завтрака не было. Я уже начала планировать романтический ужин. Представляете, 7.54. Вот еще чуть-чуть и надо выходить из дома. Надо выходить из дома. А дома так темно. Представляете, я открыла балкон. Я открыла балкон, а там холодно. Так. Сейчас. Я сейчас погляжу, сколько у нас градусов. Ты представляете, я дома хожу вот в этих... Как они? В носочках. Ну, потому что холодно. Нет, спала-то, конечно, я голиком. Спала-то я голиком. Так. Погода в Каменске-Уральском. В Каменске-Уральском сейчас 8 градусов. Переменная облачность. 8 градусов. И днем сегодня будет 15. Так. На завтра смотрим. 8 градусов. Мамочки. Я пойду сегодня в золотом платье. Завтра. 60% осадков ночью. 9 днем 15. Завтра дожди. Вот так вот. 8 градусов. О-о-о-о-о. Я не знаю, захочу ли я пить кофе в этом морозилете. Конечно, захочу. Подобрала свой волос на этом. И... Сейчас будем варить вместе кофе и пить его. Слушайте, вот чем дальше... Чем ближе зима, тем... Сложнее вставать. Тем сложнее вставать. Это вообще... Я вот прям сплю и сплю. Сплю и сплю. Хотя достаточно. Я рано легла спать. Ну прям рано. Я даже с маминого звонка вчера не дождалась. Ну потому что меня вырубило. Мне кажется, я даже в 10-м часу залегла спать. Ну с полу десятого. Представляете? И проснулась. И проснулась. Ну там я проснулась в 5, полшестого, в 6. Я вечером ела аргуз. Я ночью часто просыпалась. Почки работают прекрасно. Зачем, да? Только тупые люди едят аргуз. А я его ела в течение всего дня вчера. Я ела его и вечером, я ела его и утром, на работе. И у меня еще много осталось. Я на работу брала, мы с малинкой ели. И у меня, смотрите, еще сколько осталось. Ну я всегда, когда аргуз покупаю, я всегда корки срезаю и режу его вот такими вот этими. Ну вот. Вот такими вот. Берешь так вот и кушаешь. В контейнере храню. Никаких корок у меня. Сразу же корки выношу из дома. По большей части. Надо же на первой полке у меня все красное. У меня и бирь, арбуз. Хочу молочка, молочка дома нет. А что тут молочко, что ли, отразглядываю? У меня есть только сгущённое. А я хочу сгущённое молоко. Нет, не хочу. Сейчас покажу. Какая я, какая я сногсшибательная хозяйка. Крошка, бульонница, тарелка. Не хочу. Ничего не хочу делать. Вы думаете, я вчера что-то делала вечером? Ничего. Ничего абсолютно я не сделала ничего полезного ни по хозяйству. Вижу, что плед натянуло мало. Просто не видно. Сейчас я его пусть не поправлю. О! Всё. Вот, посмотрите, как красиво. А простыня была видна. А сейчас видим их? Очень даже красиво. Плит обалденный. Просто обалденный. Там ещё читала в комментариях, типа, именно, это, как сказать, поосторожней, с рекламой Василька. Многие блогеры потом снимали опровержения. Да блин, слушайте, как можно говорить на чёрное-белое? Ну, если это хорошая продукция, если это качественная, она и качественная, она и есть. Но, смотрите, кто блогеры снимал опровержения? Им просто, блин, ну, это же как-то вот, это же вот читаемо. Это же читаемо. Им просто, им просто перестали присылать вещи, посылки. посылки. Они просто сами где-то срезали криво. Они сделали что-то вот не то. Так, ложечку, вот. Сами что-то где-то сделали не то, и им перестали присылать посылки, сотрудничество, вот, предлагать. И это вот, как бы, это вот на поверхности. Время 8 часов новости. анонс. Я если опять отойду, ага, и кофе. Что там про Владимира Путина? Что про моего любимого мужчину? Я анализировала лица нашего Кабния и поняла очень много моментов. Ну-ка, знакомьтесь, это мой любимый мужчина. А-а-а! Вот, смотрите. Вы посмотрите. Знакомьтесь, это мой любимый мужчина. И кофе утекло. Нет, я не хочу такое кофе пить. Я сейчас его снова сварю. Ну-ка, подожди. Филипп. Я не могу. Я не знаю, меня жизнь ничему не учит. Похоже, дело, мне на самом деле придется покупать эту, как его, кофеварку. Ну, естественно, вы представляете, мне же придется мыть плиту. Ну, вот это вот как оставить? Ай да, Инна, ай да, рукодельница. Ай да, что смогла? Засмотрелась на мужиков. Ручечки такие. Знаете, вот, кто-то мне написал, что у меня ручки под хуй заточены, типа, лучше не готовь. Посмотрите, какие мягонькие. Какие мягонькие. Ручки, созданные для бриллиантиков. Да, ручки созданные для бриллиантиков, чтобы целовать своего мужчину, чтобы его обнимать. Все. Это единственное, что у меня, под что ручки заточены. Ручки под хуй заточены. Кто-то мне писал. Мне кажется, это парень какой-то писал. Уж точно не под твоей хуй у меня заточены ручки. Сейчас. Вот пахнет, в принципе, неплохо. Он сгорел, но он сгорел не на такой себе. Может мне попробовать? Я не хочу ничего делать. Я бы, знаете, я даже готова пить пропащий кофе. Лишь бы. Лишь бы, блядь, ничего не делать. Ну, конечно, гурманы так делать не будут. Зато лишнее сбежало. Представляете, вылилось в кружку, налилась целая кружка, и вот лишнее, то, что оставалось обычно в турке, осталось на плите. Понятно, очевидные плюсы есть. Ну, вот плюсы, конечно же, они очевидны. Так, подождите. Вот эту вот халву, пока я при памяти, я Маринке обещала ее на работу, она сидит такая, говорит, я попоела халвы. Сходила, у нас же там магазин-то рядом этот красно-белая. Она говорит, им там нет халвы. Она говорит, сбегайте уже через дорогу в монетку, в продуктовый магазин. Я говорю, ты чё, ты дождись, я тебе халву завтра принесу. Говорю, у меня хорошая дома халва, родфронт с этим, как его, с арахисом. Где у меня окошко? Нет, надо сидеть. Тимур же, я не смогу сидеть на своем любимом балконе. Так, надо что-то взять с собой, какую-то конфеточку, какие-нибудь конфеточки, конфетки, бараночки, словно лебеди салочки. Та-да-та-та-та-та-та-та. Кого-то опять судят. Какое-то лицо кавказской национальности. Какое-то дорожно-происшествие на улице Верхняя Масловка. Помните, я говорила про квартиру, которую я ходила, смотрела? Так вот, они сказали, что пододвигаться в цвне не будут, о том, что они уверены, что с таким, с таким, с таким, с таким, сейчас, значит, телефон разлом, с таким ремонтом, сногсшибательным, как у них, они квартиру продадут вообще. Без всяких этих. Они считают, что у них ремонт охуенный. Синие стены. Синие стены в гостевой комнате. И зеленый потолок. Ну, серьезно, да, есть такие люди, которые считают таким образом. полнейшая безвкусица. Полнейшая безвкусица. Ну, конечно, я понимаю, что у меня тоже дома не идеально, но уж, блядь, не так. Уж извините. Я же до такой степени вчера замерзла. Как шоколадки. Они выглядят точно так же, как на картинке. Как шоколадки. Сливочное печенье с молочным шоколадом. Я его купила, да, блин, практически даром. Башку тянет. Умывалась. Волосы расчесанные уже. Так, время 8.03. Пахнет вкусно. Пошла-ка я, подождите, подождите. Не надо открыть окно или нет? Ой, как хорошо у меня огонька подушечка. Вот у меня вот видно, да, что рожа заспанная? Вот прям видно. Но она у меня не опуша, но если не только опуша, если только от этого, от арбуза. Для арбуза вчера, бля, сколько я его съела? Прям много. Прям вот такой вкусный он. Они сейчас по 11 рублей. Ну, конечно, что я по 30 наелась, по 11 сейчас самое то. Ой, ну все, доброе утро. Сейчас точно доброе утро. Глоточек кофе. Небо без прояснений. Серое, мутное. Иночка, вот эти ручки из жопы растут. Так, 8,06. Мутное. 13% зарядки на телефоне. Сейчас мы тут кое-что посмотрим. Ирка тут мне сообщение прислала. Иринка мне вчера фотографировала тарелки. Она ходила вечером ужинать. Хе-хе-хе. Ходила вечером ужинать со своим со своим мужчиной. И фотографировала тарелки. Как им подавали блюда. И мы с ней вчера похотали. И понимаю, и я понимаю, что блин, что ужинать лучше дома. Вот, например, пригласить меня на ужин ко мне же домой. Для меня это не в тягость. И более того, я понимаю, что ту атмосферу, которую я могу создать дома сама себе, и та атмосфера, которая будет в заведении, это вообще вот рядом не стояло. Я, понимаете, я вот из тех людей, мне кажется, я, наверное, уже в том возрасте, что мне никуда не охота идти. Я уже находилась по всем этим злачным местам. Сейчас уже просто сижу, кайфую, вот так вот на балкончике налить бокал вина. Так, тут шоколад, а тут печенье. А шоколада-то много, смотрите. Печенье безумно вкусное, запоминайте упаковку, но покупать его нужно, как и я, за 50 рублей пачку, да, за, может быть, за 48. Не надо его покупать за 120 рублей. Ну, стоят вот те деньги, которые я за него заплатила, да, очень вкусно. Да, вот, за 50, там, максимум 60 рублей, да? Да-да-да. У меня день рождения скоро. Скоро, день рождения у меня. Пора выбирать подарки. Писать в список, кто что подарит. Алчина, Инночка. Так. Ценности не изменились. Ценности те же. Вот такие подарки хер кто подарит. Такие подарки дарят только близкие люди. А у меня их нет. Прям вкусно. Блядь, ну прям вкусно, а? Знаете, как мне даже, как что напоминает? Вот этот вот крекер, он не соленый, он не как французский, вот этот вот с посыпкой. Он не как печенье затяжное Мария. Он прям классный крекер. Сегодня за еду еще куплю. Что случилось? Что случилось? Звук сериал. Что случилось? Что там вещают в социальных сетях? Мне кажется, я уже заходила. Блин, 11 минут, Инна, что ты сидишь, а? Инна, что ты сидишь? Тебе нужно уже выходить. Слушай, я не могла не добавить себе на стену. Там, короче, у меня ВКонтакте про мужиков. Грустные мужики пиздец. Вот он сидит, и душа его изранена, и тоска в глазах, и мир его не принимает, и ему хочется, чтобы он умер, и тебе хочется, чтобы он умер. Мамочки. Вот, представляете, вот сколько, сколько у нас зажатых людей. Пять лайков поставили на эту, на эту, как сказать, запись. Я просто, просто, знаете, как сказать, тест среди моих подписчиков. Сколько вот человек, сколь, скольким людям понравится эта вот запись. я выставила из группы Сахарок «Хочу мчаться на такси через весь Париж к любовнику в пальто надетом на голое тело», а не вот это вот все. Вот, вот. И представляете, мне поставили пять лайков всего лишь. Сейчас я заценю этих нормальных людей. Юля Захватова, здравая девка, Людмила Юнг, Катя Носова, Алена Радикова и моя Юлька Запольских. Вот. Девчули, вы самые смелые. Девчули, вы вообще молодцы. Вот так вот бывает раз, чуть ли не так вот. Вот даже, допустим, это не отображает твое состояние внутреннее, а вот просто раз посмотреть, кто тебе лайк поставит. Скучные мужики, это же, это же страшно, да? Такие зануды, скучные мужики. Здесь у меня еще есть изречение из «Мастера» и «Маргариты». Я сто раз говорила, что я не понимаю этот сериал и сто раз говорила, что я не понимаю людей, кому нравится этот сериал. Ну, сейчас я уже забираю свои слова назад. Среди моих друзей, знакомых, и есть много, кому нравится этот сериал. В общем, я с уважением отношусь, но к вашему мнению, ну, я еще пока его не полюбила, этот сериал, ну, ой, сериал, эту книгу, этот роман. Ну, наверное, я его все же на еду времени прочитаю. Слушайте. Ах, какой вы скучный тип, Николай Иванович, продолжала Маргарита. Вообще, вы мне так надоели, что я выразить вам этого не могу. И я так счастлива, что с вами расстаюсь. Ну, вас к чертовой матери. Натали Замятина пишет, умница моя. Она что думает, что я с кем-то рассталась? Ха-ха-ха-ха-ха. Не-а. Так, ничего путного тут больше нет. Тык-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Тык-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Так, посмотрим. А куда смотреть, Инна? 14 минут. И одевайся. Куда смотреть? 14 минут, Инна. Одеваться пора. Пошла одеваться. Сережки еще выбрать. Я вообще не могу проснуться. Я просто не могу проснуться. Вот даже то, что я смеюсь, блин, и учитывая то, что я выспалась, учитывая то, что я выспалась, и все равно как-то вот все не то и все не так. И сейчас все будет тяжелее и тяжелее выходить на работу. Кемнеет рано уже. У нас уже осень. Все. У нас уже осень. Осень, осень. Лист упал. Как эта песня-то? И листья сбросил. Та-да-да. Блядь, 16 минут. Я смотрю на телефон и думаю, господи, чтоб минуты шли назад. А минуты назад не идут. Минуты предатель. Пошла одеваться. Блядь, я лучше пошла бы. Вот легла. Ну, как вам? Представляете, холодно. На улице холодно. Девка идет в шапке. Прикиньте. В шапке и в пуховике. С коляской. Вы это видите? В шапке. Мне что одевать? В шапке. Люди в шапке идут. Украшения отдают на экспертизу. Клад с монетами 11 века стоимостью 5 миллионов футов сербингов. Обнаружен на ферме в британском Крафсе. В Китае девятилетняя девочка переплыла пролив Чуньжоу длиной 26 километров между китайским островом Хайнянь и материком за 13 часов. Зачем ты это сделала, девочка? Зачем ты? О! 27 августа именины у Аркадия, Василия, Матвея, Алексея, Владимира, Николая, Евы, Евы и Евдокии, Федора. Между прочим, сегодня день российского кино. День российского кино! А меня в кино еще даже никто не позвал. Я как буду праздновать день российского кино? Как? Ну вот как, серьезно. Я еще не пойду в кино? Что там у меня звезды сегодня прогнозировали? Звезды мне прогнозировали сегодня романтический вечер. Кто меня желает пригласить в кино? Приглашайте. Вот она, я стою готовая. Но я не в пижаме пойду. Я пойду в другом. Слушай, я найду, что надеть? В общем, что надеть, что надеть? Блядь, время 20 минут, надо идти собираться. Все, я оделась. Я оделась. Я даже сил нет вывернуть, блядь, пижаму. Это не пижама, это мне домашний костюм. Вообще, я сейчас зареву, я не могу. Я не хочу никуда идти. Не хочу никуда идти. Где мне держать этот костюмчик? У меня даже места в доме нет. Повешу на стол. Это сережки. Не надо сережки. Мне надо трусы хотя бы надеть. Не надо хотя бы трусы надеть для начала. Сейчас я. С сережками все проще обстоит. Все гораздо проще в этом мире. Вот я вся такая вот золотая девочка. Сережки золотые, платье золотое. Не знаю, я думаю, может мне туфли на каблуках надеть? Я вот не опаздываю уже. Я могу вполне дефилировать. Не, не пойду. Чего себя мучить? Все, вы представляете? Я даже дырку не могу найти в ухе. Да, блядь. О, оказывается, все есть. Счастливая. Там фотографии? Счастливая. Ну, 8 градусов нормально же. Я в этом платье, я же не замерзну. Я не хочу никакие эти надевать. Как его? Несрочно нужен мужик, чтобы застегивал мне эти. Колье. На спине. Так. Платье вот такое. Крестик. Сейчас мне нужно накрасить губы. Мне нужно накрасить губы. Губы, 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 губы. Сейчас накрасим. Так. Так, так, так. Сейчас. Пойдемте. Где у меня? Вот он. Господи, зеркало держала в руке. И благополучно положила его назад. Чуть зеркало не уронила. Еще чего не хватало. Подождите, пока не забыла. Тут надо трусы надеть. Блядь, это пиздец будет, если я забуду их надеть. Все, готово. Ну, посмотрите, да, как украшение женщину. Все-таки украшения они украшают. Вот надела сервушки, сразу же побаще стола. И, как говорится, мужчины, если вы хотите, чтобы ваши женщины были ухожены, ухаживайте. То есть смотреть на красивых, блядь, нравится всем. Отдавать на это деньги, что-то не нравится никому. А еще я, знаете, что вот прям вот твердо убеждена, что женщина дорогая мужчине настолько, насколько он на нее тратит. Вот это сто процентов. Мы все ценим только то, за что заплачено. Что нам досталось даром, не ценит никто. Как бы это ни звучало, вот так вот меркантильно. Это Это Бронзинг. Обыкновенный румяна. Советов, как наносить румяна, я не прошу. А то там эти Громотеев-то ведь, Громотеев-то ведь много у меня в подписчиках. Я не хочу никуда идти, блядь. Как я хочу раздеться. И бухнуться в кровати. А сегодня вечером пойду в кино. Кстати, я уже решила. Сегодня вечером я пойду в кино. Так. Быстренько посмотрим, что идет. 8.26. Афиша Кинофокс, 27 августа. Распознавание. Что ты там, блядь, распознаешь? Какое слово устав-то услышал? Блядь, распознавание. Что ты там, блядь, распознаешь? Ха-ха-ха-ха-ха. Так. Кинофокс, афиша, 27 августа. Результаты поиска по запросу в кинотеатр Кинофокс. Так, рядом с моей работой находится Ленина 36А Очень низкий заряд батареи 8% Так, ой Капкан Angry Bark Что это за хуйня ее Да я не хочу на такие фильмы Фото о месте А нормальных-то фильмов не идет, что ли? Кинотеатр на Суворова Ну-ка, там что идет? По-любому афиша одинаковая Расписание фильмов Я скучаю, выезжаю Расскажите, с кем вы хотите увидеться Выиграйте призы От Блаблака Родите нахуй со своей рекламой Последние летние дни Нельзя упустить Открытый бассейн рядом Кинофокс на Суворова Эбигейл Кажется, первый масштабный стип-панк У меня психологический триллер Каждый день Так, аллигаторы охотятся За девушкой и ее отцом Каяс Кадиларио Барри Пеппер Рос Андерсон Энсон Боу Джордж Саннел Так, чутку Как вам кинотеатр? Два фильма? Ну, может быть, на этот триллер Ну, не на Эбигейл же Тем более, у него оценка 3.1 А, капкан называется США, Франция, Сербия Сеанс есть 19.00 Аккурат, я работаю до 18.10 19.00 Прям вот сеанс Угу, вот Вот, пойду в кино А что? Не имею права, что ли? Сейчас, подождите Так, все То есть, вот Принести вот это вот Проще простого А вот это вот Все унести назад Утром опять поднимали Эту, как сказать, тему Про курортные романы В этом В добром утре Про курортные романы Кто как относится К курортным романам? Все должны относиться Положительно Чего вот я? Зачем? Тебе телефон Хотела убрать Сейчас я мигом Мотанусь Чего у меня телефон Пилит Бесит уже Я не успела Вымыть плиту Не успела Так, так, так Так, так, так Надо посмотреть Кто что написал А, очень низкий заряд Аккумулятора 7% Сейчас уже не 8% Как было А 7% Надевай мне пиджак Сверху или нет Или я не замерзну Да я не замерзну А я вчера, когда пришла домой Я поняла, что дома Блядь, еще холоднее Чем Чем на улице Потому что у меня был Открыт балкон И за весь день Это был такой дурдом Дома было Так холодно Вот поэтому я закрыла окна И включила газ Вот именно поэтому Ну одну комфорку Контролировала Представляете Контролировала Чтобы Потому что с газом Что-то плохо Ну вот Волоси Да это не моя А от шкуры От лет Так Все Цветочки-то еще Ничего такие Крепенькие Сейчас я пойду Выброшу свою волосину В унитаз Надо снять носочки Надо снять носочки Хотя в принципе Смотрите Носки-то у меня подходят Под цвет платья Вот надо было В носочках идти А я пойду А я пойду В балетках А носочки-то домашние Чистые Сейчас я их брошу В этот На кресло Блин Один мимо упал Так Надо подухариться Переборщила Мне кажется Холодненький Так Не буду Надевать Этот пиджак Чувствую Я Скуплять пиджак Все в золотом цвете Даже чехол золотой Все в золотом Потому что Сама девочка Золотая Дальше в золотом цвете Дальше в золотом цвете Это бумажка Черт знает Сколько лежит Куда они уехали? На море что ли? Я вот прям не исключаю возможности Что они уехали на море Потому что все уехали на море Потому что здесь только я одна Ну вот пришло время для Теплых платьев Как хорошо что я О себе вовремя подумала Кто как не я Перекручена бретель Котливчику Знаете Ну вот в платье комфортно Ну я Как сказать Я не мерзляка Ну вот колготки Я не хочу надевать колготки Каброновые колготки Они так тянут Жопа Так неудобно А в офисе В них вообще неудобно сидеть Переборщила с духами Особенно это чувствуется Когда допустим Ты переборщишь с духами И садишься в машину Тогда дурдом сразу же становится Холодно Холодно и голодно Вот я вот так сказала Скоро начнет травка Желтеть Какой платье красивое у меня А я А я Сама-то я Какой цветочек Все одно что идут Такие Так с любопытством смотрят Юлька, идешь? Лето не будет Юля, ты посмотри Я сегодня в теплом платье А голые ноги? Ну голые ноги Я надеюсь На 15 градусов днем Конечно Ты с работы идешь? Конечно Мы вчера с ней встречаемся На этом же месте Я рассказываю Юля, говорю Вчера с ней встречаемся На этом же месте Я в платье полуголом Им на лето не будет Ну как лето не будет? Лето у меня в душе Суперчится Вот их Посмотрите Все цветет Буйным цветом Все эти лютики Вы посмотрите Все цветет Ну голые ноги Может быть я погорячилась Но если что Схожу в обед И куплю колготки Ничего страшного же Хотя нет Не буду покупать Не холодно Нормально Самое то Серьезно Ногам нормально Вот видите Вот началось то время Когда хочется подольше Полежать в постельке Когда хочется больше спать Когда хочется Уже не хочется Лишний раз выходить На улицу Вот то время наступило Это время называется Осень А у нас Всегда она начинается Резко Потому что мы живем На Урале Похолодало 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 Очень даже похолодало Все, мои дорогие Я дошла до остановки И я вижу Приближающуюся маршрутку Все Целую всех Хорошего дня